Научно доказано, что микроклимат, который создаётся в соляной пещере, благотворно воздействует на организм ребёнка, его нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Что такое соляная пещера и как проходят процедуры, вы узнаете из сюжета Богдана Колесникова. Маленькие пациенты с удовольствием идут на такую процедуру. Волшебная соляная пещера, как называют дети специально оборудованную комнату, заработала в поликлинике номер два. Её стены покрыты микрочастицами соли. Пребывание детей в соляной пещере создаёт эффект санации дыхательных путей гипотоническим раствором. То есть получается, что мокрота, которая скапливается в верхних дыхательных путях или в путях носовой полости, она разжижается и выводится из организма. Воздух в соляной пещере, насыщенный полезными ионами и минералами, приближён к настоящим соляным пещерам, которые находятся на глубине сотен метров под землёй. Этот вид терапии считается одним из самых доступных способов реабилитации при хронических бронхолёгочных заболеваниях. Процедура проходит весело, бодро. Детки очень любят ходить к нам, потому что включаются мультики. Они могут передвигаться свободно, либо лежать и дышать воздухом в этой пещерке. Им очень интересно. Включаются аппараты, детки просто лежат, дышат солью. Процедура показана детям после перенесённых бронхитов, пневмонии и различных лорозаболеваниях и кожных патологиях. Помогает укрепить иммунитет часто болеющим вирусными инфекциями. Мы ходим в соляную пещеру. Нам довольно-таки очень нравятся физиопроцедуры. Процедуры полезны для лёгких и для всего остального после тяжёлой болезни. Попасть на процедуру в поликлинику номер 2 можно по направлению участкового педиатра или другого лечащего врача.